Здание, техника, оборудование и земельные участки. Арестованное имущество более чем на миллиард тенге выставили на электронные торги судебные исполнители областного департамента юстиции. Это данные за прошлый год. Вся информация по аукционам размещается на сайте ведомства. О том, что нужно для участия в торгах, узнаете у Гульнары Кали. Стать участником аукциона и купить движимое и недвижимое имущество, которое находится под арестом, может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте департамента юстиции «Единая электронная торговая площадка». А еще необходимо внести 5% от стоимости объекта, выставленного на торги. Как правило, это здание, производственное оборудование, техника, земельные участки. На данном сайте указаны реквизиты, куда необходимо внести 5% гарантийный взнос. После чего, после оплаты, необходимо вложить данную квитанцию в оплату для регистрации на сайте документ, удостоверяющий личность. В случае, если он торги не состоятся, либо он не купил данную имущество, 5% взнос в течение 5 дней возвращается покупателю. В 2015-м судебные исполнители выставили на торги арестованное имущество на 1 миллиард 206 миллионов тенге. А с начала этого года провели уже 10 аукционов на 9 миллионов тенге. В базе данных более 1200 исполнительных дел. В основном взимают имущество у индивидуальных предпринимателей, ТО, акционерных обществ, кооперативов. Многие из них имеют задолженность по зарплате коммунальным платежам. Оценка имущества либо по закону возможно, допустим, заключить ценовое соглашение между должником и взыскателем, либо предоставляется право либо должнику, либо взыскателю самостоятельно привлечь оценщика. И после уже оценки ознакомляются стороны с отчетом об оценке. Если же стороны не возражают, то есть оценка всех устраивает, то в дальнейшем уже выносится постановление назначения торгов. Такая система проведения торгов в формате электронного аукциона в Казахстане действует уже два года. За это время судебные исполнители нашего региона выставили и продали арестованное имущество на 2 миллиарда тенге. Гульнара Кали, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК. Дмитрий Желтышев, Новости МТР.